Книга «Открытым оком», том 25, тема «Пища. Пост». Вопрос 3742. Есть мнение, что в пост можно есть кальмаров, так как это не рыба, а насекомое. Ваше мнение какое? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Кальмары под отряд головоногих моллюсков отряда десятиногих. Размером обычно 0,25 до 0,5 метров, но некоторые виды являются самыми крупными, беспозвоночными, животными. Кальмары рода такого-то достигают 18 метров, включая длину щупалец. Кальмары могут выскакивать из воды на высоту до 7 метров. Около 300 видов населяют океаны и моря, встречаются от поверхности до самых больших глубин. Кальмары живут в толще воды. Их добычей являются рыбы и беспозвоночные. Кальмары сами служат пищей для более крупных рыб, птиц и морских зверей. Гигантские кошелоты питаются преимущественно крупными кальмарами. Мясо, их как свежее, так и консервированное, обладает высокими вкусовыми качествами и питательностью. Является ценным пищевым продуктом. Большая советская энциклопедия. В Новом Завете разрешено есть любую пищу. 1 Тимофея 4, 4-5. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Блаженный Феофилак так растолковывает сие. Я никогда их не ел, и смотреть даже противно. Это потому, что родился в старообрядческой семье, и у нас различали пищу чистую и нечистую. Римлянам 14, 14. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Проехал я молча вратами долины, к источникам царским и дальним вратам, и были развалены града пустынны, лишь смерть и безмолвие гнездилися там. На землю ложились полночные тени, вдали раздавалось рычание зверей, терновник колючий опутал ступени, разбитых рукою врага алтарей. И долго взирал я на них, опечален, разрушены стены, врата сожжены. Салим величавый, лишь груды развален, в оковах и рабстве отчизны сыны. Взглянул я на братьев, пришедших со мною, и слово воззвание сорвалось осуст. Взгляните, окутанные мглы пеленою, наш город священный окутан и пуст. Воздвигнем лежащие в прахе твердыни, исполнив пророка священный глагол, и там, где царит запустение ныне, созиждется Господу новый престол. Из бездны страдания, позора и страха возникнет для жизни иной, обновлен, победно восстанет из дольнего праха главою венчанной сион. О, Чумина!